Ваши вопросы, представляйтесь. Да, пожалуйста. Привет, Арсенова, Матитовый Ру. Сегодня Арсенал пропустил больше, чем за все время с старта 2019 года. Как-то сказалось, что матч был совсем недавно против Рала? Или все-таки Краснодар прямо сейчас настолько круче, чем Арсенал прямо сейчас? Ну, наш лет круче, не круче, я не знаю. Спецспециалисты разбираются, которые игры разбирают. А то, что пропустили, больше, чем за все время, ну и футбол. Бывает такое, там ошибки были грубые причем. Но самое неприемное для меня, это когда с углового можно получить гол. Это, конечно, от меня немножко удивило. Плюс они свои моменты забили. У нас тоже были подходы, завершающие стадии них покалов. А им надо попасть в рамку. Это еще плюс исполнительское мастерство. Игорь Геннадьевич, скажите, на Ваш взгляд, отразилось ли на команде осознание решенной задачи? То есть, что ниже шестого места не опустимся, в кубки дошли до полуфинала. И может быть, какое-то, если можно выразиться, чемоданное настроение арендованных игроков? Ну, насчет этого точно нет. Потому что на поле было видно, что ребята хотели, горели глаза у них. Но где-то я как бы слухал, что не было такого, что подсознание. Все равно есть. Это есть. У любого футболиста. Поэтому, может быть, одна из проблем в сегодняшней игре была, но я о чем-то жаловаться не буду. Так что мы играли в полуфинале недавно, что проиграли. Это наша проблема. Вопросы, коллеги? Игорь Геннадьевич, опять, большое спасибо Вам и Вашему конечному штабу за вот эту часть сезона, которую Вы провели. Очень приятно было смотреть на арсенал. Ну и вопрос, не стал ли ключевой потерей Джорджевича в концовке, потому что заменителю оказалось совершенно не так. Существует такая проблема. Для этого есть тренинский штаб, чтобы думать, выходить из этого положения. Поэтому это проблема для команды. Ну и для нашей команды это проблема, что Джорджевича не было. Ну, так же, можно сказать, что проблема и Шабакаева не была. Потому что у нас не такой огромный выбор футболистов, чтобы... как бы травмоценный замен делать. Хотя любой футболист может выйти, отыграть. Отыграть на максимум. Но они, наверное, претензий футболистов нет. Потому что не все эти игры играли на максимум. Поэтому и травмы. Потому что они выкладывались с каждой игры на 100%. Сезон заканчивается, но есть локомотив. Гипотетически пока так будем дома, все-таки выбрать кубик. И шанс хороший, да? Все-таки впервые собрать люди Европы. С третьего года членов. Это значит, получается, что уже в середине июля приблизительно начнется вот такой европейский период. Есть ли у вас уже понимание, по последним годам вы подписали контракт с арсеналом еще на год, есть ли понимание, какая будет команда уже к этому периоду? Сроки очень маленькие для формирования нового коллектива. Конечно, вопрос тяжелый. Понятно, что пауза маленькая, что много игроков будут в свои клубы арендованные. Но уже с кем-то ведутся переговоры с игроками. А то, что Евросезон будет, не будет, давайте 22-го подождемся. Вот уже немножко тоже осталось. Там уже будет видно. А так уже есть наметки по игрокам. Единственное, что проблема, что мы не можем купить игроков. Мне кажется, что я единственная команда, например, люди. Но выйдем в игроков, и другая ситуация будет. Спасибо, коллеги, спасибо.